Летнее утро. В воздухе тишина, только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перестые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями ивника барахтается в воде плотник Герасим, высокий тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима по горло в воде стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазами. Как Герасим, так и Любим оба в рубахах и в портках. Оба посинели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде. — Да что ты все тычешь рукой! — кричит горбатый Любим, дрожа, как в лихорадке. — Голова ты садовая! Ты его держи, а то уйдет, анафима! — Да держи, тебе говорю! — Не уйдет! — отвечает Герасим. — Куда ему уйтеть? Он под корягу забился! — говорит он, охрипшим глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. — Скользкий шут, и ухватить не за что! — Да ты за зебры хватай! — кричит Любим. — Не видать зебров-то! — отвечает Герасим. — Постой-ка вот, ухватил за что-то? — За губу, кажется, ухватил. — Кусается! — шут! — Не тащи за губу! — кричит Любим. — Выпустишь! За зебры его хватай! Опять почал рукой тыкать. — Ну, беспонятный же ты, мужик, прости меня, Господи! — Хватай, — дразнит Герасим. — Командир нашелся. — Шел бы, да хватал сам, черт горбатый, че стоишь! — Так я бы ухватил, коли б можно было, — отвечает Любим. — Не что при моей низкой комплекции под берегом стоять. Там глубоко. — Ничего, что глубоко, ты вплавь! Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри. — Говорил же глубоко, — говорит он сердито, вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли? — На корягу стань, — сердито отвечает Герасим. — Коряг много, будет тебе лестница. Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Совладавшись равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях и скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючий и клешний рак. — Тебя тут еще черта не видали, — говорит Любимый, со злобой выбрасывает его на берег. Наконец рука нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого и холодного. Вот он улыбается, Любим. — Дарова, черт! Оттопырь-ка пальцы, я сейчас его за зебры. Да не толкайся, локтем упаду. Дай взяться. — Под корягу забился, видишь, не за что хватить. Не доберешься до головы. Пузо одно только. — Убей мне на шее комара, Герасим жжет. — Заходи-то сбоку, пхай, шпыняй его пальцем. Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, бухается в воду. Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги, и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и фыркой охватается за оставшееся. — Утонешь уже, черт, отвечать придется, — хрипит Герасим. — Вылазь, ну тебя, к лешему, я сам справлюсь. Начинается ругань. Солнце печет сильнее. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой приторно-медовый запах. Скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивником. Хриплый бас и озябший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня. — Тащи его за зебры. Постой-ка я выпихну. Куда ты суешься с кулачищем? Надо пальцем. Заходи сбоку, заходи слева, вправе колдобина. Клешем у тебя на ужин. Слышится хлопанье бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, глядя себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, а потом коровы. — Снизу подтолкани, — слышит он голос любима. — Палец просунь, глухой черт. — Братцы, — кричит Ефим. — Кого это вы там? — Да на лима никак не вытащим, — отвечает любима. Забился под корягу. Ефим минуту щурит свой кривой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешок и снимает рубаху. Сбросить порты у него не хватает терпения, и он, перекрестившись и балансируя худыми темными руками, лезет в них в воду. Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь. — Ну, постой, ребятушки, — кричит он. — Не тащите его зря, упустите, надо умеючи тут. Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь матом, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем. — Где пастух? — слышится с берега крик. — Пастух, ты где стадо в сад лезет? Гони их прочь, где же он, старый разбойник? Слышатся мужские голоса, а потом и женские. Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич. Халатя из персидской шали, из газеты в руке. Он вопросительно смотрит по направлению криков, несущихся с реки, потом быстро семенит к купальне. — Так кто здесь орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветвь явника три мокрые головы рыболовов. — Рыбу ловим, — лепетчет Ефим, не поднимая головы. — Я тебе дам рыбу. Стадо в сад залезло. Когда купальня будет готова, черти, два дня как работает? — Будет готова, — кряхтит Герасим. — Лето велико, успешище ваше высокородие помыться. Никак тут с налимом не управимся. Забрался под корягу, как в норе, ни туда, ни сюда. Налим, — спрашивает барин. Его глаза подергиваются лаком. — Тащите скорей. Уж то дашь полтинничек, удружим ежели. Здоровенный, что твоя купчиха. Стоит ваше высокородие полтинничек за труды. Да не мне ты его любим. Замучишь, подпирай снизу. И отащи корягу кверху. Это добрый человек, как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол, не болтай ногами. Проходит пять минут, потом десять. Барину становится не втерпешь. — Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите-ка Ваську! Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит. — Полезай в воду, — приказывает барин. — Помоги им вытащить налима. Василий быстро раздевается и лезет в воду. — И отчичас, — бормочет он. — Где тут налим? Мы это мигом. А ты бы отошел, Ефим, нет чего тебе тут старому человеку не в свое дело мешаться. Который тут налим? Сейчас я его. — Да чего пустите руки, сами знаем. Ты попробуй вытащи. — Да не, что его так вытащишь, надо за голову. А голова где? Под корягой, знамо дело, дурак. Ну-ка, не лайся, а то сейчас влетит к тебе. Сволочь! При господине барине такие слова, — лепечет Ефим. — Не вытащите, братцы, больно ловко он туда засел. — Погодите, я сейчас сам, — говорит барин. И начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, налима вытащить не могут. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду. Но его вмешательство ни к чему не приводит. — Рубить корягу надо, — решает, наконец, любим. — Герасим, сбегай за топором. — Пальцев себе не отрубите, — говорит барин, когда слышит подводные удары топора о корягу. — Ефим, отойди. — Постойте, я сам вытащу его и не того. Наконец коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич к великому удовольствию чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. — Тащу, братцы, не толпитесь. На поверхности показывается большая налимия голова, а за ней черное оршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом, старается вырваться. — Шалишь, брат, попался. По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. — Знатный налим липечет Ефим по чесовой ключице. Чай фунтов десять потянет. — Ну, соглашается барин. Печенка-то вон как отдувается. Парет изнутра. Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный всплеск. Все растопыривают руки, но только поздно. Налим уплыл, и поминай его, как звали.